Слава Иисусу! И снова я здесь. Секундочку, мне надо разложиться, так сказать. Много чего есть сказать. Дай Бог успеть. Секундочку. У меня здесь и книжки, и блокноты, и все подряд. Да, я много писал, как для себя. Обычно я вообще не пишу, как периодами у меня бывает. Но есть у меня здесь много чего. Хорошо, я хочу вас еще раз поприветствовать. Знаете, как я говорил, в слое пожертвования сегодня не дам вам спать. Поэтому сегодня мы будем часто воздавать славу Господу, потому что Он достоин. И давайте с этого и начнем. Воздадим славу Господу, потому что Он достоин. Аллилуйя. Хорошо. Я сегодня буду проведать на такую тему. А готов ли ты попасть на небеса? Такая интересная тема. Потому что, опять же, я знаю, что многие ждали и ждут то, что я буду рассказывать эту историю. О том, как это произошло с аварией, да, как я лежал, что со мной происходило. И просто первая мысль, которая у меня была, действительно, ну, это было вот именно вот это вот название проповеди. Это был первый вопрос мой. То, о чем я думал. И знаете, что я понял, как понял, да, Господь сам дал мне знать. Я скажу так. То, что я живой, это означает, что я не готов еще попасть на небеса. Значит, у Господа есть еще какой-то план. И, знаете, я хочу, чтобы сегодня мы тоже задавали себе такие вопросы, которые я буду говорить. И вот первый вопрос, да, подумайте об этом, поразмышляйте, когда у вас будет время. Может, вечером придете домой, да, будете там отдыхать, лежать. Просто подумайте над этим вопросом, потому что каждый христианин время от времени должен себе задавать этот вопрос. Это важно, чтобы помнить, напоминать себе, как твое сердце, к чему ты идешь, на что ты смотришь, да, куда вообще твоя жизнь ведет тебя. Вот. И начну с истории, да. Знаете, вообще никто не ожидал этого. Никто не ожидал. Кто думал, это вообще было неожиданно. Мы здесь репетировали в среду с ребятами. Я не помню, то ли с левитами, то ли с молодежью. Я, честно, уже не помню это. Я помню, у мамы женское было. Я захожу, прощаюсь с мамой, мы уже все собрались. Уже должны были ехать домой. Мои сестры там еще общались. Я помню, я прощаюсь, говорю, мама, все, мы поехали с Богом. Мама благословила. Мы сели, поехали, приехали на дальник. Как ни в чем не бывало. Сели покушать, я помню. Мы всегда так, ну, поздно кушаем. Я с Сережей часто кушаю. И мы сели с Сережей, да, покушать. Он как раз там приготовил, как раз как будто ждал меня. И мы сели вместе, сидим, кушаем. И Алексей Юрьевич доходит, говорит, где Леша перевернулся, да, на машине с Светой. Я такой думаю, боже. Ну, я говорю, надо ехать. Он говорит, а ты поедешь? Я говорю, ну, да, конечно, поеду. Ну, типа, вообще без вопросов. И Сережа сидит рядом. Я говорю, Сережа, поедешь с нами? Он говорит, без проблем. Нам как раз три человека и надо было. То есть, как раз вот. И мы поехали. И помню, знаете, такие моменты были. То есть, мы отъезжаем только с дальняка, выехали. Возвращаемся, колесо надо взять. Потом едем, остановимся, Борисович, да, мы там, Борисович пастор, да. Мы поехали. Он говорит, я сейчас тоже приеду. Я буду, знаете, к деталям прикапываться, потому что это имеет, ну, значение, особенно в этой истории. И помню, мы едем, едем уже все, на место приезжаем. Достаем, вытягиваем машину. Пастор приехал, отвез за Делешу с Светой. Мы пока меняли колесо. Только поменяли колесо, стоим, ждем. Я отошел, помню, с телефоном, по телефону разговариваю. Отошел. Ну, метров, наверное, 50-60. Я помню, вот так вот, ну, смотрю. Машины едут. И тут машина такая проезжает, она с прицепом легковая. Начинает она входить в поворот и не справляет с управлением. Начинает тормозить, ее заносит, и она врезается в нашу машину, в стоячую. Просто в стоячую машину. И мы стоим, мы в шоке, подходим туда, к этому месту, смотрим, что происходит. Слава богу, никто рядом еще не было. То есть, как бы, мы вообще там, дядя Леша где-то там по телефону, я по телефону, Сережа рядом с машиной. То есть, вообще, мы не были близки к этому. И тут тот человек выходит, я такой, думаю, надо копы вызоветь. И он говорит, типа, что его ослепили там на встречке. Я такой, думаю, вот это сейчас, ну, смотрю на время, думаю, мы сейчас где-то к 12, к часу домой только будем. Было полдесятого. Ну, и подошли, рассматриваем место, как бы, ну, повреждения. Что, как, почему. Дядя Леша звонит пастору Борисовичу. И Борисович как раз подъезжает. Мы говорим, тут такая ситуация. Я, как сейчас помню, я стою вот так, вот смотрю на это место, Борисович припарковывается на нашей стороне, а потом думает, чтобы в него, видно, не врезались, и перепарковывается на другую сторону. И все, что я помню, это свет с левой стороны, никакого звука не было, ничего, ни торможения, ничего. Просто свет с левой стороны, и помню, я лечу. По ощущениям было такое, что метров 20 лечу, а на Сибири там сказали, что 100-120 метров где-то от места. Я помню, как сейчас упал, три кувырка сделал, но телом своим управлять еще не мог. Такое, знаете, в глазах мутно, но не вырубился. Я так только, ну, только лежу на спине, и пытаюсь встать, и понимаешь, что я задыхаюсь. Начинаю задыхаться, и пытаюсь воздух взять, не могу там минуту-полторы пытаюсь воздух взять. Потом, когда воздух пошел, я пытаюсь встать, я чувствую, что я ногу не могу поднять. Я пальцами шевелю, все двигаю, но я не мог ногу поднять. Я смотрю, я начинаю понимать, что происходит, да, вижу лежит человек рядом со мной, ну, кровью захлебывается. Я лежу, смотрю, и, ну, не понимал, кто это. Это мог быть любой, может, даже тот человек, который в нас врезался в первый раз. То есть, ну, абсолютно кто угодно мог быть. Я помню, первое, что я говорю, кровь Христа, кровь Христа, кровь Христа. И потом пастор, я помню, пастор идет, и он не понимает, мы только что стояли, он нас видел, и нет уже. То есть, настолько тихо все было, ни машины той не было видно, она тоже в кювет улетела, которая нас сбила. То есть, пастор недоумение, я понимаю, я начинаю кричать, говорю, помогите, мы тут, нас сбили. И пастор услышал, и они начали спускаться. И спускаются к нам, мы с пастором, помню, помолились, а у меня эмоции так. То я начинаю плакать сильно, то я меня это, то есть, не контролировал вообще эмоции. И меня, я помню, молюсь, кровь Христа наделешься на Сережу, кровь Христа наделешься на Сережу, на меня. Вот так вот постоянно повторял. И вообще, скорая проезжает просто, вот через две минуты, просто вот вообще не к нам. Еще не успели вызвать скорую, только полицию, помню, они только звонили полиции. И вот так вот проезжает, и скорая действительно просто, пастор ее останавливает, нас укололи. И помню, Сережу забрали сразу, а Лешу сказали, что сразу он уже все, уже умер. Я помню, через семь минут где-то, примерно, пять-семь минут приезжают другие две скорые, меня забирают, я помню, как я еду в скорой, знаете, еду в скорой, я прошу позвонить, дайте позвонить, пожалуйста. И он дает позвонить, я звоню маме, я помню, когда гудки идут, я так смотрю на небеса вверх. То есть, ну, понятно, что там машина, но я просто смотрю вверх. И знаете, что я увидел деде Лешу. Я в тот момент понял, что он уже на небесах. Но я не знал этого, я просто как бы, ну, просто здравый смысл мне вот показал, подсказал, я понял, да, что он на небесах, и все, я его увидел там. И помню, звоню маме, говорю, мам, молитесь за Сережу. Я как сейчас помню. Но надежда внутри была все равно о том, что, ну, живы, и деде Леша, и Сережа. Говорю, молитесь за Сережу, потому что там страшно, да, тяжело. Я помню, знаете, такое произошло, потом отключаю телефон и звоню, и говорю этому медбрату, который со мной ехал, говорю, слушайте, я верующий человек, вы можете помолиться? У меня внутри такое желание было, чтобы он помолился за меня. Хотя, я не знаю, верующий, я еще ничего не сказал, но я говорю, помолитесь за меня, я просто буду говорить, вы повторяйте за мной. То есть, он за меня помолился моими же словами. Ну, не знаю, у меня такое было большое желание это сделать. Я понимал, что внутри меня побуждает это. Хотя, вроде бы, ну, как бы не мог себя контролировать, как бы эмоции, все это. Я помню, действительно, вот этот парень помолился за меня, он не отказал мне. Я помню, я лежу дальше, мы доезжаем. Потом, я помню, реально, все так настолько было у Господа, ну, все вовремя было. Нельзя сказать, что больше, меньше или что-то еще. Все было так, как должно было быть. И там, потом, обследование, заходит Богдан, Дедя Витя, они меня вот на обследование провели туда-сюда. Я помню, знаете, чудеса уже начались, когда я был в реанимации. Я лежал в реанимации, я помню, я просыпался каждые 3-4 часа, и была боль внутри, то есть, не в тазу, а вот в желудке, потому что селезенку удалили. И была вот здесь боль, короче, на пересадок, я не мог даже сказать этого, то есть, я стонал это, то есть, я мычал, и она мне говорит, ты не мычи, ты мне скажи. Я говорю, я не могу сказать. Единственное слово, которое я мог сказать, это что я не могу. И все. И она поняла, я начинал это делать, и она мне колола. И получается, тяжело было это состояние. Но помню, прошли сутки, на следующее утро мне убрали зонт, вот этот, который в носу был. И помню, вообще сказали, что, типа, двое суток должен был в реанимации быть. Ну, я пролежал полторы сутки в реанимации. Меня уже в палату перевели. Я помню, я лежал в палате. И знаете, Господь, вот реально, не было ни одного дня, чтобы не произошло какое-то чудо. Ни одного дня. Большое, маленькое, я не знаю, не считаю этого, но я знаю, что были чудеса каждый день. Сколько я лежал в больнице, каждый день не было ни одного дня. Я думал, конец дня уже все, как бы ничего такого, я ждал этого всегда, каждый день. Я думал, ну, уже все. И все равно Господь приходил и просто делал какое-то что-то невероятное, такое, что я вообще даже не ожидал. И поэтому, знаете, Господь не оставлял. Каждая молитва, все, что было сказано, каждого человека, который приходил ко мне, это было настолько ценно. И оно слышно было у Господа, знаете. Потом я говорю, что действительно почувствовал, что у меня есть старая семья. И я благодарю Господа за каждого из вас. Кто, может, это сказал или просто благословение возбудил, или вспомнил молитвы, это было, знаете, это как никогда я чувствовал в своей жизни. Я никогда в жизни так, ну, не чувствовал настолько близко вот эти молитвы, которые были вот вами промолены, да, и кем-то там еще там и в нашей стране, и за рубежом. И для меня это было очень ценно, я чувствовал это. И Господь делал свою работу, да, потому что сказали, что полгода будут лежать. Они в шоке, когда врачи, когда загадили, они были в шоке, что я пальцами могу шевелить. Они думали, что я не могу. И до последнего я ждал, но как бы я не знал, они мне ничего не говорят делать, а я там в конце просто пошевелю пальцами или что-то еще. Они говорят, так ты пальцами шевелишь, с такими глазами, с удивлением. Я говорю, ну да, типа. Да, я просто не было сил в ноге, не мог ее поднять, там, да, в колени согнуть, да. А так, все слава Господу. Я помню, я, ну, вот каждый раз это лицо их неудивленное для меня было вообще. То есть цену знал, что Господь не оставил. И знаете, что для меня больше всего цена? Что Господь действительно сделал чудо еще тогда, на том месте, когда произошло это. Знаете, я еще раз повторюсь, я прошлое воскресенье говорил, но я повторюсь. Я стоял ближе всех к машине. Сначала стал я, Сережа вот здесь и Елеша между нами. Я стоял ближе всех. Я это помню точно. И знаете что? У меня ни одного открытого перелома. Я могу ходить, я не инвалид. Господь еще тогда сделал чудо. Воздайте славу Господу, потому что он достоин славы. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. И знаете, вот именно тогда уже было чудо. И знаете, можно много говорить, да, типа, а почему, а почему Бог, ты так, а зачем ты так? Знаете, много можно задавать вопросов Богу. Ну, а знаете что? Мы забываем, что мы не видим так, как Бог видит. Да? Мы забываем, что, ну, мы даже не знаем, насколько мы готовы вообще, да, к тому, чтобы уйти на небеса или не готовы, да. Мы даже не знаем, буквально даже на чуть, мы не можем ответить даже на этот вопрос точно. Сто процентов. Потому что не мы сделали даже себя достойными, а Господь сделал нас достойными. И Он все знает о нас. Да, об этом говорится в Писании. Его жертва сделала нас достойными. Да? Я много раз, я помню, ну, Господь так благословлял. И знаете, в этом реально видна рука Божия. Господь сколько раз благословлял в больнице, я помню. Я потом лежал дома. Я помню, я лежал и говорю, Господи, я не достоин этого. Почему Ты мне так, ну, почему Ты делаешь это для меня? Я не понимаю, реально. Я не достоин даже того, чтобы Он просто смотрел на меня. И знаете, я у Господа просил, ну, молился, чтобы воля Божия была. Я хотел три дня у Него, ну, просил, чтобы Господь мне дал эти три дня, чтобы я смог помолиться, там, быть наедине. Я думал, все отключить, там, просто быть Библией, я и Господь. И думал, вот знаете, три дня, все еще просил Господа. Господь вместо этого дал мне три месяца. Представьте. И я лежал, и знаете, Господь такие откровения говорил. И Господь мне напомнил, да, зачем вообще я живу? Зачем вообще я существую на этой планете? Он дал мне что-то новое, напомнил что-то старое. И знаете, вот в сумме это все, это настолько прекрасно, да. Я в первый же день, я знал, что Господь – это твое чудо. Еще чудо. Не то, что я жив, это чудо, это однозначно. Но то чудо, которое вот, ну, человеку не объяснить. И я знал, я доверял Господу. И я, знаете, что понял самое главное, что я не скорбел, да, я скажу честно. Я не плакал, я не убивался там, да, как вот, я понимаю, родители, я не говорю, я не говорю, что это плохо, да, ни в коем случае не подумайте обо мне. Но я понял, что моя часть в этом – это не скорбеть. Моя часть – быть надеждой для людей. Я понял свою роль в этой ситуации и в своей жизни, что я должен быть надеждой в сердцах людей, где она умерла. Как сказала Ирина Владимировна, ну, знаете, как будто я теперь один сын для троих мам. И для меня так это ценно стало, я думаю, ну, так даже просто сказать это вслух, это настолько ценно, представьте. Я лежал, я думал, Господи, вообще, зачем, вот почему ты меня вот выбрал достойным? Я понимаю, вот все, что я лежал, это временное, вот такое временное, ну, неудобство, дискомфорт. Это для меня вообще ничего не значит. Но я, мне интересен был вопрос, Господь, почему ты хотел именно меня, через меня прославиться? Почему? Знаете, многие вопросы задавали, да, типа, почему они умерли, за что, почему? А я задавал себе именно этот вопрос. Мне было интересно, потому что я знал, что Господь, Он всемогущий. Он не зря что-то делает, я уже знал это, потому что я видел чудеса в своей жизни. Я видел, что происходило в моей жизни, видел, что происходило в других жизнях. И эти чудеса, они меня держали, и они не давали мне ослабеть в вере. Да? Но мне было интересно, почему я был достоин того, чтобы Господь прославился? Я до сих пор не знаю ответа, честно скажу, но я верю, что Господь меня откроет. И я просто, знаете, хочу сказать, к чему я говорю, мы не на то смотрим. Мы не на то смотрим. Господь делает чудеса, мы смотрим всегда на самое ничтожное, на самое вот плохое, мерзкое, что для Господа даже, да. Мы думаем вообще не о том, когда действительно наш фокус должен быть направлен на истину, на небеса, на ценное. Вот это вот самое главное, что мы должны помнить и не забывать об этом. И знаете, что я понял, что молитва это самое первое и самое главное. Да? Потому что, знаете, в молитве Господь может дать силы, Господь в молитве может дать веры. Именно в молитве. Знаете, я лежал там, у меня первые дни не было Библии, да. Но тоже можно, знаете, что сказать, типа Писание, оно всегда у верующего человека в сердце живет, это Аминь, это Аллилуйя. Но знаете что, даже нет Писания, но у тебя есть уста, у тебя есть сердце, которым ты можешь поклоняться Господу. Я лежал дома, я мечтал действительно встать на колени. Знаете, вчера я первый раз встал на колени. Первый раз встал на колени и молился Господу на колени. Это было вообще, как будто никогда этого не делал. Для меня это было настолько, ну, неописуемо, я вообще не ожидал, меня просто побудило. Я тогда знал, если Господь меня побудил, значит все будет хорошо, все нормально. И знаете, я хочу сказать, что я лежал, я помню, я лежал, поклонялся, молился Господу, говорю, Господи, я не могу встать на колени. Но всем сердцем я поклоняюсь Тебе, Иисус. Мое сердце полностью для Тебя, Господь. И знаете, такие песни были, я вообще не ожидал. Я не скажу так, что я английский на идеально знаю, но те песни, которые Господь мне показал и которые я пел, особенно одна единственная, которую я вот постоянно ее слушал, я, знаете, я слова понимал просто, какие там пелись, хотя я этих слов, может, даже не знал ни разу в своей жизни. И эти слова были, ну, действительно, для меня самые ценные. Там пелось о том, что ты посреди огня со мною. Даже если я в шторме, то ты шторму смиришь для меня. Да, что, знаете, для Господа нет ничего невозможного. Знаете, столько чудес Господь совершил в Библии, сколько пишется, да. Не зря эта книга самая популярная в мире, не зря люди ее читают, и не зря ей, знаете, как сказать, удостоили такого, ну, такого статуса. Не зря это. И столько чудес там написано, да, тот же самый Сидрах, Месах и Авдина, когда они были в огне, Господь, с ними четвертый кто-то был. Там три разных припева в этой песне, знаете, в одном поется, что ты со мною, потом ты огонь, ты в огне со мной, и ты снова будешь в огне со мною. Всегда Господь будет с тобой, даже когда тебе тяжело. Даже когда тебе тяжелее всего, Господь будет с тобой. Даже когда ты среди огня, когда вокруг тебя шторм, буря, Господь ради тебя усмирит шторм. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Аллилуйя, слава тебе, Иисус. Вы знаете, если вам не хватает чудес, смотрите на других. Смотрите и пробуйте так же, как и они. Я очень часто, знаете, говорю молодежи, что вы смотрите на других, а у него есть, у него нету, или у меня нет, а у тебя есть. Вы часто смотрите, но вы ни разу не попробовали, чтобы Господь сделал чудо в вашей жизни. Вы ни разу Ему не сказали «да», а хотите, чтобы чудеса происходили в вашей жизни. Вы ни разу не отдали сердце Ему, не отдали свою жизнь, а хотите, чтобы Господь делал чудо в вашей жизни. Я хочу сказать, вы лицемеры. Не обижайтесь, но вы лицемеры. Вы хотите, знаете, ничего не отдав, получить что-то взамен. Так не бывает. Нужно что-то отдать. Нужно, как минимум, знаете, свою жизнь. Для Господа ничего не имеет ценнее, как наша жизнь, если мы ее отдаем Ему. Ничего, никакие деньги, то, что вы жертвуете, сколько вы жертвуете, это вообще не имеет для него значения. Но ваше сердце, когда вы его отдаете Господу, это самое ценное. Потому что это самое дорогое, что у вас есть. Ваша жизнь, ваше сердце, это самое дорогое. И знаете, я тот человек, который, знаете, когда молюсь, всегда даю свое сердце Господу. Каждый раз. Я напоминаю себе, что я не себе принадлежу. И знаете, что я хочу сказать вам? Что Господь, да, я много раз видел такие моменты, типа, мол, там татуировки себе делают или что-то еще. Я тоже думал, ну классно, да. Я уже вырос с этого. Я понял, что это бред. Сразу скажу, не обижайтесь там. Кто хочет или будет делать там, или что-то делает, не обижайтесь. Но я считаю, что, ну, это ненормально. Если ты верующий, то пусть в своем сердце будет, ну, Господь, и это будет видно и так, наяву. Ты идешь, и вокруг тебя будет все меняться. И вот это будет действительно твоя вера. И ты покажешь, что ты верующий, а не своими какими-то писюлинами на себе, извините. И знаете, что хочу сказать? Что я думал об этом, знаете, я размышлял об этом. Почему? Знаете, что хочу сказать? Что Господь тоже меня, так сказать, опечатал. Да, у меня есть отпечатки, я буду помнить, знаете. Я лежал там, я прикасался к этому порезу, да. Прикасался к этому порезу. И я, знаете, это чувство было внутри понимания того, что сам Господь, знаете, пришел и показал, что я Его. Я могу сказать это, да, и показать. Да, и знаете, я хочу сказать, что я не пришел Господу через эту ситуацию, я пришел раньше. Я хочу рассказать вам немного, знаете, о том, что самое важное было в моей жизни. Почему я говорю чудеса, чудеса, чудеса. Знаете, я с детства ходил на воскресную школу, да, ходил, да, там, собрания всякие для детей, для молодежи. И в церкви слушал проповедь, но я знал Господа, да, Господь на небе, в Него надо верить. Я верил, да, я не говорю, что Бога нет, но грешил осознанно, очень часто, и меня это не оправдывает ни в коем случае, там, типа, что я верующий, и Бог я так простит. Я себя не оправдываю этим. Я хочу сказать лишь одно, что, знаете, да, была у меня в моей жизни еще одна ситуация, которая вот меня привела к Господу, но это другая отдельная история. Я просто хочу сказать, что меня привело. Да, я с детства знал, но я еще, знаете, что с детства видел? Я видел чудеса. Я приходил в церкви, я помню, мы были еще в новом поколении, я видел эти исцеления, как бесов изгоняли, но мне не это впечатляло. Это мне впечатляло, когда хромые вставали, когда люди ходили, я помню, с колясок вставали, да. Как ни крути, хоть эти люди потом сразу же после служения уходили, им уже не нужен был Бог, но, знаете, я видел это, и это в моем сердце отпечаталось. Я знал, что Бог мог это сделать. Я рос, я видел эти чудеса. И, знаете, однажды, когда мне было тяжело, как никогда тяжело мне было, я не видел смысла жизни, я не хотел вообще жить. Хоть мне было там 16 лет, да, у подростков это часто бывает, да, но, знаете, я скажу так, я сам себя довел до этого. То есть, да, хотя тоже, казалось бы, у меня не было личных отношений с Господом, можно оправдать себя, тоже найти оправдание кучу. Я тоже могу легко это сделать. Но если я не оправдываю, я ни в коем случае не виню Господа, ни в коем случае. Я просто хочу сказать о том, что я знал, что Господь может сделать чудо. И когда я пришел к Нему на колени, Господь не остался неверным. Он пришел. Он пришел, и, знаете, я навсегда полюбил Его. Навсегда. И, знаете, я стараюсь Его любить не меньше, а только больше. И это важно, это очень ценно, потому что я однажды видел чудеса, которые Господь творил. Я знал, что Он может, для Него нет ничего невозможного. Я не сомневался, что Господь сотворит чудо, когда я был в больнице, да. Я рассказывал вам о том, что, ну, вот о том, что, но воля Божия, ну пусть будет воля Божия. Почему я так говорил? Знаете, я молился часто, говорил, мне были нужны какие-то, я что-то желал, хотел. Я говорил Господу, Господи, вот дай, 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 но есть ли воля Твоя? Я это не говорил с верой. Я не говорил это с верой. Я говорил это, честно, с сомнениями. О том, что Господь это не сделает. Вот так вот, если прямо. Мысли были такие, в сердце было такое. Когда я лежал в больнице, Господь, вот это первое откровение, которое я получил, о том, что тебе нужно верить, но верить не только на словах, но и в сердце Твоем. Да, я понял, я говорю, Господи, я верю в Твою волю, я верю, что Твоя воля благая, угодная и совершенная, но я не буду это говорить, чтобы моя вера росла. Я хочу сказать каждому из вас, когда вы говорите, что вы верите, пусть в вашем сердце это будет больше, чем на ваших словах. Да, сомнения будут приходить, это нормально. Мы люди, и от этого не убежишь. Но, вот этот вот момент битвы, когда ты говоришь, нет, я верю во имя Иисуса Христа, всякие сомнения изгоняешь вон, вот это вот определяет тебя. Кто ты есть? Христианин ли ты на самом деле? Веришь ли ты в Бога на самом деле? Вот это определяет тебя. А не то, как ты молился до этого, на самом деле. Господь и так видит, что тебе дать. Без сомнений, Он и так видит. Он видит, вынужден. Как говорится, да, если отец твой видит, что ты хочешь есть, ну, не даст ли тебе он еды, что ли? Конечно, даст. Господь знает все. Определенно знает все. Хорошо. И знаете, что я понял? Что, конечно, без сомнений, что дядя Леша и Сережа, они на небесах. Это определенное, что, ну, ты без этого точно никак. Это факт. И, да, мне очень понравилось то, что такая мысль была, да, и папа говорил, и Ирина Владимировна говорила, и пастор Александр говорили, что, ну, кто его знает, а если бы, ну, они, ну, не пришли к Господу, да, или дальше бы что-то произошло, ну, не так, как некрутимые люди, да, и можно говорить об этом напрямую, все могло бы произойти. Ну, Господь забрал, да, и слава Богу, что они в Господе были. Кто его знает, а могло бы быть намного хуже. Поэтому, слава Господу, да, пришли недолго, но прожили счастливую жизнь, да, и я верю, что на небесах их ждал огромный венец, и Господь их очень сильно благословил. Хорошо, давайте откроем Писание. Ой, извините. Бытие, 50-я глава. Хорошо, давайте с первого стиха прочитаем. Иосиф впал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется для набальзамирования, и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача, по нем Иосиф сказал придворным фараона, говоря, если я обрел благоволение в отчах ваших, то скажите фараону так. Отец мой заклял меня, сказав, вот я умираю во гробе моем, который я выкопал себе в земле ханаанской, там похорони меня. А теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться. И сказал фараон, пойди и похорони отца своего, как он заклял тебя. И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египтской. И весь дом Иосифа и братья его, и дом отца его, только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники так, что сон был весьма велик. И дошли они до Гарен-Гаотата при Иордании и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своим семь дней. И видели жителей земли той ханане и плач в Гарен-Гаотаде. И сказали, велик плач этот у египтян, посему наличено ему место плач египтян, что при Иордании. И сказали сыновья Якова с ним, как он заповедал им. И отнесли его сыновья его в землю хананскую, похоронили его в пещере на поле Махпела, который купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона, Хитиянина пред Мамре. И там дальше очень интересная история. Сейчас немножечко ниже. Ага, вот. И 15 стих. И увидел братья Иосифа, что отец умер, и сказал, что если Иосиф возненавидит нас, и если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своей завещал, говорят так, скажите Иосифу, прости братьям тому вину и грех их, так, как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали перед лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня злое, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его, жил же Иосиф всего 110 лет. Знаете, что хочу сказать? Вначале пишется о том, что, когда пошли хоронить Израиля, что мы здесь видим? Что Господь просто настолько поднял Иосифа, что даже египтяне собрались, даже египтяне собрались вместе с ним, мы пойдем с тобой, мы тебе поможем, мы оплачем вместе, плакали вместе с ним о его отце. Представьте себе, это настолько Господь, да, он свою жизнь прожил, там были у него и страдания, какие-то моменты, да, но Господь настолько его поднял, да, что его уважали люди, ну, казалось бы, даже для них чужие, да, если так взять на самом деле. Да, и дальше мы видим, что сыновья Израиля, они, как бы, ну, побоялись и солгали. Но несмотря на это, да, Иосиф все равно говорит, что, ну, побойтесь Бога, я сам боюсь Бога. Господь допустил это, но чтобы просто все во благо обратить. Знаете, любая ситуация, но у Бога все во благо. Как бы ни было тяжело, как бы нам не хотелось, там, мы думали себе тяжело, невыносимо тяжело или сверх наших сил, но нет. Все во благо. Аминь. Все садитесь только в благо. Спасибо, Алексей Алексеевич. И, знаете, хочу, я понял, знаете, вот, когда даже лежал, каждый раз ко мне заходили, да, и я, не знаю, почему, это было внутри меня, это было в моем сердце, да, я улыбался постоянно. Я не знаю, вот внутри меня просто это было, я не контролировал это. Я каждый раз, когда кто-то заходил ко мне, там, многие плакали, там, или не ожидали, или как-то эмоции как-то, или грустные какие-то. А я улыбался, спрашивал, как дела, как вы. Некоторые даже не могли ничего сказать, а я просто спрашивал, как у вас дела. И это выглядело, может, странно, да, как бы казалось бы, но я улыбался. И мне не было тяжело улыбаться, да, да, и мне это не заставляло каких-то усилий, или что-то еще. Я не грустил, да, у меня не было такого самобичевания какого-то, да, вообще ничуть меня это не коснулось. И, знаете, что хочу сказать, что, ну, Господь показал мне свою роль, да, что мне надо было сделать в этой ситуации. Меня это очень сильно, ну, порадовало, да. Я не знаю, что дальше Господь откроет и покажет, на самом деле, суть всего этого, но я верю, что Господь покажет свое время. И знаете, что хочу сказать, что Господь действительно, действительно обратил все во благо. Я сейчас вот три с половиной месяца, я сам не думал, что я буду сегодня проповедовать. Думаете, я ожидал вообще. Я уже стою полчаса на ногах, я сам в удивлении, как я стою полчаса на ногах, потому что я устаю, да, я когда в коленках сгибаюсь, у меня колени хрустят, потому что лежал долго. И знаете, да, казалось бы, я говорю, Господи, дай сверхъестественных сил, вот просто, чтобы так, чтобы вообще незаметно было ничего. И знаете, да, я помню, три дня походил, и меня хожу, и мне косит, я вообще в удивлении был. А сейчас, слава Господу, реально. Вчера мы там успели походить, и я, ну, вообще вечером ничего, никаких помощи сейчас. И возможность Господь дал. И играл, и, ну, Господь великий, хочу сказать. И, аллилуйя, аллилуйя, слава Господу. И, знаете, хочу, чтобы мы еще открыли одно местоисписание. Это исход, 25 глава, 40 стих. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Кажется, вообще, к чему это местоисписание? Но знаете, что я понял? Что у каждого из нас есть своя гора. Это проблемы, трудности, какие приходят в нашу жизнь. И что хочу сказать? Что в трудностях Господь дает, вот дает больше, чем ты потеряешь, или там можешь потерять, на самом деле. И знаете, что я понял? Что, да, Господь меня положил, я хотел, три дня Господь дал мне, три месяца, и у меня была возможность и поразмышлять, и видение, написать для своей жизни, для молодежи. И знаете, я понял, что вот эта гора моя была, хоть я и лежал, да, как бы, звучит странно, но это моя была гора. Я поднялся на нее, и Господь там мне показал. Именно там мне показал. Хочу сказать, что ваша гора, гора, которая есть в вашей жизни, это не для того, чтобы, да, вас чего-то лишить. Да, потому что есть горы подъем, есть спуск. На подъеме тяжелее, но на спуске легче. И вот эта гора, да, вы поднимаетесь, но потом приходит облегчение. Да, но на горе вы что-то, чего-то достигаете. Это как, знаете, на Эверест подняться, сама суть того, чтобы сфоткаться наверху, знаете, на самом деле, ну, если так взять, да, или флаг поставить, как некоторые любят. Так вот, знаете, вот это вот чувство, ощущение победы, вот Господь дает этому каждому, как минимум, чувство победы. Но кому надо, тот еще что-то дает. То, что ему действительно нужно. Поэтому, знаете, все во благо. Все во благо. Поэтому, слава Господу. Я помню, да, мы были с молодежью в Карпатах два года подряд. И знаете, что самое классное? Путь был вообще очень тяжелый. Первый год, мы думали, в следующий год вообще, да ну его, больше никогда не пойдем. Зачем оно нам надо вообще? Сидели себе нормально с моря, поперлись в горы. Разучил. Но на самом деле, знаете, когда поднялись, когда мы там побыли, наверху, мы получили что-то большее. Что мы сказали, на следующий год мы обязательно еще приедем. Мы обязательно. И это настолько, мы до сих пор хотим еще. До сих пор. Потому что, знаете что, наверху мы получили намного больше, чем когда даже поднимались. Да, даже способ был такой нелегкий, но мы уходили оттуда вам. Намного больше получили эмоции, впечатления. Для меня самое яркое было, я помню, с палатки ночью выхожу и смотрю на небо. И знаете, каждая маленькая звезда самая была видна. Настолько это было, ну никогда в жизни видел. Максимум фотографий видел. Настолько для меня это было, как сейчас помню, даже в глазах эта картинка есть. Я вот это запомню так ярко. Мы когда поднимались на гору, там у нас было время воединения, мы там с Господом, да. Я помню, вот это вот самые ценные моменты были. Поэтому, знаете, помните, что на горе вы получите намного больше. Как бы ваша жизнь не обвернулась, смотрите на чудеса, принимайте чудеса, ищите чудес в вашей жизни, чтобы Бог мог еще больше сделать в вашей жизни. Когда вы принимаете его волю для вашей жизни, такой, какая она есть, Господь даст вам несравненно больше. Это сто процентов, потому что я стою здесь, я это вот, живое подтверждение этому. Намного больше. Знаете, и кому много верено, с того много будет спрос. А кому мало верено, с того будет спрос маленький. Поэтому, если Господь так вот распорядился в вашей жизни, то помните, что вас ждет что-то невероятно большое. Но будьте готовы, будьте готовы. Да. И я помню, знаете, такое понимание пришло, что, ну, не каждый может пройти такой путь, да, или определенный путь, как у каждого есть, да. Вот я часто слышал эту фразу, как говорили там про маму, про папу, очень часто. Но я как-то не передавал себе значению этого, да. Для меня это как бы не особо ничего, как бы, не отражалось в моем сердце. Да, я, слава Господу, Бог спас отца, отец не погиб, папа пастор, и это слава Богу, определенно. Но вот эти слова, они не отвлекались в моем сердце. И я понял это только сейчас. Да. Поэтому, слава Господу, да. У каждого свой путь, и каждый свой будет пройти. И не дай Бог, знаете, ну, никогда не зарекаетесь, или не говорите так, там, про кого-то, а ты, или что-то еще, подумайте, прежде чем это сказать. Потому что, ну, может, тому человеку это было вот пройти, возможно, а тебе будет невозможно. Не дай Бог, Господь тебя испытает, как-то так. Не дай Бог. И ты не сможешь устоять, потому что это не твой путь. Поэтому не примеряйте чужие одежды. У вас есть свои, да. Это как Давид, когда ему давали доспехи, но они не подходили ему, и он не взял их. Его оружие было праще. Его щит, защита, все было, это Господь, а оружие было праще. Поэтому он верил, он доверял. Поэтому вы тоже, знаете, будьте собой. Становитесь всегда лучшими. Это цена. Я вчера, ко мне написал один молодой парень, он часто у меня спрашивает какие-то вопросы, интересно, он спрашивает, Стас, скажи мне, что такое смирение? Вот я не понимаю. Я ему говорю, ну смотри, я не знаю, я ему такой пример привел, так, чтобы ближе было даже и к молодежи. Представь себе, ты матерился, допустим, ты матерился, и ты понял, что тебе это не нужно. Да? Я ему тебе говорю, вот допустим, ты начинаешь себя смирять. Что это значит? Ты сказал до слова, ты вспомнил, нет, мне это не нужно. Так, все, возьми себя в руки, Боже, прости, и пошел дальше. Каждый раз ты себя смиряешь, говоришь, нет, неправильно, или останавливаешь себя где-то, оп, или просишь кого-то, кто-то тебе помогает, говорит тебе, ты помнишь, ты как бы, ну, обещал. И вот за вот это вот, и знаешь, что я тебе скажу, что за смирением, я ему сказал, ему больше, говорю, за смирением следует благодать. Я тебе сейчас скажу, что такое благодать. Ты бросил материться, а мы знаем, что здоровое общество, это общество без сквернословия, да, без мата. Люди смотрят на тебя по-другому, уже авторитет другой, ты смотришь, и люди такие, знаешь, ну, к тебе по-серьезному, или кто-то, и плюс еще того, кто-то другой смотрит на тебя, вот сам матерится, смотрит на него обличая. Я говорю, а что такое обличание? Это когда ты не можешь сделать то, чего делают другие, а у тебя внутри вот это вот короби, так сказать. Я ему говорю, и прикинь, реально, этот человек уже, как минимум, допустим, при тебе не матерится, да, уже какой-то плюс. И знаешь что? Самое прекрасное, это когда вокруг тебя все меняется, когда люди вокруг тебя меняются, когда на тебя смотрят, говорят, а вот этот человек, или тебе в пример приводит, это самое ценное, я считаю, в жизни, потому что ты не унесешь за собой богатство, или там понты свои, да, вот эти вот, все, да, я умею материться, ты не умеешь материться, ты это не унесешь с собой, но измененное сердце человека, твое смирение, ты за собой унесешь. И Господь тебе скажет, молодец, проходи, мы тебя ждали, вот именно за это. Поэтому, знаете, смирение, это очень важно. Когда больше всего хочется отказаться, или сказать, до свидания, или дойди ты, или что-то еще, но ты этого не делаешь, да, когда, казалось бы, я имел полное право, полное право роптать, да, по-человечески, роптать, возмущаться, легко мог, вообще, но как человек духовный, я не имел такого права. Потому что я верю в Господа, я знаю, что Господь бы так не поступил. Задавайте себе вопросы, как бы поступил Иисус, готовы ли вы попасть на небеса, или, Господи, что ты хочешь для меня, или что ты через эту ситуацию хочешь показать. Господь непременно вам ответит. Непременно. Но почаще задавайте себе эти вопросы, чтобы вы не забывали, кому вы принадлежите. Господь также мне напомнил о том, что я, ну, вообще, действительно, не себе принадлежу, и что однажды Он меня спас. Откуда Он меня вытащил? Вообще, ну, действительно, никому не нужно, ни авторитета, ни своего, ничего. Абсолютно ничего не было. Чтобы чем-то похвастаться, конечно, только максимум по худшести мог с кем-то посоревноваться. Это да. Но ни в коем случае не было. Знаете что? Когда Господь избрал, призвал, полгода, полгода, я вообще себя не узнавал. Я смотрел назад и вообще не помнил себя. Я не помню, каким я был. Это было настолько чудесно. Люди смотрят на меня, со мной так здороваются, ко мне так относятся. Я думал, Господи, полгода, я вообще не помню себе, каким я был раньше. Кто тут человек вообще? Полгода, понимаете? Господь может сделать несравненно вот вообще. Я просто пришел к Нему и сказал, Господи, спаси меня, у меня сердце болит, разрывается, я не хочу жить вообще. А Господь дал больше. Господь призвал, дал возможность отслужения. Я самый счастливый человек, я чувствую себя на своем месте, когда я здесь стою и проповедую. Потому что я люблю больше всего это делать. Это самое мое любимое дело. И знаете, Господь дал мне этим заниматься, показал мне, что я могу, что я способен на это, я могу стоять здесь и говорить. И дал самое главное свою власть, и дал свой авторитет, духовный авторитет. Не тот, который я человеческим путем бы заработал, через деньги, или через что-то еще, а именно духовный. Для меня пример, когда могут меня привести пример, я не могу понять, почему многие дети постарей, типа, мол, когда пастор их приводит в пример, они там сразу, типа, нет, или стесняются, что еще. Так ты что, ты благодари Бога, типа, люди еще смотрят, и они люди не так на тебя смотрят. Так пусть смотрят, и пусть обличают их. Если ты можешь быть примером, как это может быть плохо? Как? Тебя в пример приводят многим людям. Будь благодарен, некоторым даже похвастаться, нечем сказать, разъельдя или балбес какой-то. Это тебя в пример приводит. Это разве не ценно? Я смотрю в служении, да, многие братья выросли, я вообще удивляюсь, я просто, ну, давно не видел, не понимал, я так чуть-чуть слышал. Но когда я смотрю, там, тот брат поднялся, тот брат поднялся, в пример приводит, для меня это так ценно. И знаете, что самое главное? Тебе братья растут в глазах. Ну, сестры я не уменьшаю ни в коем случае. Но в глазах растут реально. И разве это не прекрасно? Это ценно. Для меня это самое ценное, когда другие пастора говорят, вот там Стас и что-то еще. Я знаю, что это слава Господу, что не только мой отец, а другие могут это сказать. Я знаю, я всю славу Господу возду, я понимаю это, потому что Господь это дал, не я сам заработал это, а Господь однажды взял, поднял и поднимает дальше, и толкает вперед, и дает что-то новое, несравненно с тем, что было раньше. Да, я не помню, что год назад произошло, но я знаю, что сейчас намного лучше и намного больше. Намного больше. Я не потерял 3 месяца, 3,5 месяца, я приобрел что-то новое за эти 3,5 месяца и несравненно еще больше приобрету, потому что Бог дал и ресурс для того, чтобы дальше идти и возвышать, и поднимать имя Господа, прославлять Господа, а Господь несравненно благословит больше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok